Добрый день, друзья! С вами вновь программа «Под солнцем» Айкумены с ведущим Владимиром Зайцевым. Программа о тех и для тех, кому дома не сидится. Вполне возможно, что мы находимся сейчас в том месте, где после потопа жил Ной со своими детьми, со своей женой. Это место находится совсем недалеко от Нахичевани, город, который переводится на русский язык как «стаянка Ноя». И поскольку здесь все необыкновенно больших размеров, можно предположить, что те люди, которые жили здесь до современной цивилизации, были большого роста, обладали огромной силой и, видимо, огромными знаниями. Поскольку все, что мы здесь видим, нам напоминает какой-то неведомый древний город. И те улицы, и те сколы камней, которые находятся в этой скале, говорят о том, что люди здесь то ли переживали какое-то стихийное бедствие, поскольку это находится в весьма на приличной высоте, кстати, сопоставимой примерно с высотой, на которой находится, ну и в ковчег, по моему предположению, на горе Арарат. А это совсем рядом отсюда. Те же пятие ихние с плачем не растворят, а кожни сего зряще на люди сего длани ушую, а леудесную предстояща предзоромся, якоще во славу пращера своими руками украсиша седин честных неймашек. Это пирамида, смотри. Да. Это та самая гора, куда он причалил по тужно-хичеванским этим легендам. И когда уже на выходе мы стали выходить, нам показали еще следы вот здесь. Ну, следы совершенно, они больше там любой человеческой ноги. Сижу, утопив обе ладони в окаменевшие следы кого-то, прошедшего здесь 15-17, возможно, 18 тысяч лет назад. Тогда эта скала метаморфического сланца была жидким, ползучим, вязким илом, который стекал сверху под действием алювия, то есть водоносного горизонта. И вот некто прошел здесь, когда это было еще вязким-вязким илом, будущим сланцем. Правильная прямоугольная форма, дальше следы принимают очертания, больше похожие на гигантскую ступню человека, как и в самом начале тоже. Только следы срединного отрезка пути имеют правильную прямоугольную форму. Возможно, это сандалии, как бы мы сейчас назвали его, макроступы, надетые именно на этом участке. Любопытно вспомнить, что когда-то еще у древних урартов и в царстве Метани, тоже пользующиеся разными видами клинописи, а также у царства Угарит, оставших также клинописную и богатую библиотеку, у них многократно описывался обряд, значение которого не могли объяснить уже тогда древние урарты, метаницы и угорийцы. Тогда это больше четырех с половиной тысяч лет назад. Обряд был таков, он назывался щитарит цальмат к киду, то есть по-шумеро-элламски это буквально означало, черноголовые идут в припрыжку. Некоторый путь человека к какому-то святилищу, когда он шел поклониться, я говорю о цивилизациях около пяти и более древнее, тысячелетней давности, часть пути он должен пройти босиком, затем одевал сандалии и шел немножко сильнее, отрывая от вязкого ила свои ноги. И вот смотрите, люди босыми взошли на корабль, корабль воспринимался как огромная сандалия или обувь, переплывшая в какой-то опасный участок. Исходя с корабля, человек, естественно, эту огромную сандалию, обувь, оставлял, снова сходил на берег босым, на берег своего спасения, уплыв с берега отчаяния и потерянной надежды. Вот, и уже буквально на выходе, когда мы подошли к могиле так называемой собакой, кстати, саму могилу очень интересно нашли, там искали сокровища. Могила кого? Собаки, которая завалена этими камнями. И вот Вилли Меликов подошел к этой могиле собаки, и там лежал камень с какой-то надписью. Это было неправильно. Так. Какой неграмотный человек складывал, а? Это его носок. Так. Меандр, меандр. Крита-Минойский меандр, господа. Так, сейчас. Где продолжение? Есть. Как оказалось, это микейская надпись, микейская цивилизация, как известно, находилась совершенно в другом месте. Что делал этот камень, там, рядом с этой собакой было непонятно, но Вилли как-то произвел, что ничего себе собака. Это собака, которая стреляла огненными стрелами. Но я это запомнил, и уже в Москве потом, я к этому вернусь к вопросу, это была как бы ключевая фигура, вообще, пещера, с моей точки зрения. Дальше больше, значит. Мы стали беседовать со специалистами. Нам расскажут, что есть две скалы, которые связаны с Нойн. Одна называется Джимми Гая, то есть в переводе на русский язык она означает «скала-корабль». А вторая это Илан-Дак, или другое название Инандждак. Инандждак это скала Вера. Оказывается, по преданию, скала имеет такой раскол. Оказывается, по местному преданию, когда Нойн дрейфовал в этих местах, и увидели, что верхушечки скала торчат как бы из моря. Он сказал, поверьте, это гора. И, собственно говоря, вот это Инанд вошло в основу корня горы Инандждак, то есть гора Вера. К сожалению, мы туда не смогли забраться, потому что это требует пяти часов. Время было мало, но даже не время было мало. У нас вышла из строя камера, то есть мистика к ковчега и случилась здесь. И мне пришлось самому все еще снимать, как оператору. Мы решили отправиться на вторая гора Джамига-Гая, куда Якова приплава мог пристать к ковчег, по утверждению местных жителей, но гора уже закрылась для восхождения, там снег был как на Рарате. То есть очень маленький промежуток времени, когда она открывается. Но удача нас ждала там совершенно рядом, в городе Урдубад. В местном краеведческом музее мы нашли два языка, которые по семантике совпали с тем самым камнем, который находился на Рарате. Но это уже была удача, потому что уже есть с чем сравнивать. То есть одно и то же время, понимаете, да? То есть на Рарате был камень, на котором было написано так называемое послание к потомкам Ноя, как мы его назвали, где говорилось о том, что надо жить в гармонии с духом этой местности. Вкратце вот такой там был перевод. Здесь уже Вилли потом перевел, когда оказалось, что это некая такая инструкция по кораблям там проходить к какому-то месту. Представляете, горы и инструкция для корабля. Но и самое-то интересное, что когда уже мы возвращались из Урдубада в Нахичевань, здесь я увидел вообще нечто из ряда вон. Огромная пирамида стояла. То есть я видел город, мне классно антично. Я думаю, ну может, у меня крышей едет. Вот всякое бывает, когда ты начинаешь этим вещами заниматься. Это вот эти вот пирамиды. Да, вот эта самая пирамида. И я своим товарищам говорю, посмотрите, это же пирамида. Никого не взвало сомнений. Наш сопровождающий остановил машину. И мы давали рассматривать. Добраться туда просто нереально. Это требуется полдня минимум. Плюс надо залезть, ведь у нас ничего нет. Но то, что это не природное образование, оказалось, что это место называется Харабагилан. Проваленный город. Действительно, если посмотреть пласты, вот видите, да, они как бы проваливаются все. Видимо, этот город пережил не один катаклизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город у меня не выходил из головы до Москвы. Но заканчивая про Нахичевань, уже когда мы приехали в город Нахичевань, наконец встретился с человеком, которым 25 лет, я чуть поменьше занимаюсь, который занимался поиском Миноева следов ковчега. И когда мы приехали на Нахичевань, оказалось, что он директор музея ковров, тут нас еще одна удача ждала. Ковры, как вы знаете, это письмец древняя. Письмец, который идет к шумерам. Вилли Мельников, когда увидел все эти ковры, стал их просто читать. Опять же, тут какая-то инструкция, которая совпадает. То есть, стал все переплетаться уже. И когда мы с Арефом... Ковры свежие, либо те, что... Один был довольно древний, но, конечно, не эпохи шумеров, это понятно сделал. Но он, видимо, сделал их был как войлок. И такая письменность... Я сделал он в виде, значит, как бы, пирамида. Над ней, значит, рыба. Еще раз пирамида. Вот. Там не было письменность никакое. А рядом он более современный, но письменность переписывали, не понимая знаков. Копия. Да, ведь если вы посмотрите на любой ковер, вы видите птички всякие. Это же иероглифы древние. Сейчас не буду... То есть, это письменность, который несла на все какой-то... Благ, что есть Вилли, есть еще люди, которые владеют такими языками. То есть, здесь можно все проверить, на самом деле, сопоставить. Вот. И когда мы поговорим с Орефом, он пока у него вышла книга целая. Вот. О Нахичеване. И он показал все эти ключи. И я у него спрашиваю, здесь должна быть могила жены Ноя. Тоже известная легенда. Он говорит, нет, это не могила жены Ноя, это могила самого Ноя. Я говорю, не может быть. Он говорит, ну как, не может быть. Вот пять минут, пожалуйста. Сейчас вот. До 84-го года стоял в тюрбе, то есть, вот такой могильник. Вот. И он показывает в книге. Один рисунок где-то средних веков примерно. И вторая фотография, вот реально, где-то 70-х, наверное, годов черно-белое. Место совершенно легко определяется. По этим фотографиям. Ну, тут уже надо было лететь обратно, нам возвращаться в Баку. Чтобы было понятно, Нахичевань, это область Азербайджана, которая находится в отрыве. Вот. Азербайджан. То есть, надо лететь, кто может, только самолетом. Там территория Армении, все эти политические, у них противоречия до сих пор идут. Извини, я опять повторяю, в Нахичеванье кто живет? Живут азербайджанцы, это, ну, сама власть она оторвана от Азербайджана. То есть, разделена Армения, как бы от самого Азербайджана она оторвана. Живут азербайджанцы, Нахичеванцы, вот. И единственное там сообщение по воздуху. Но я сказал, что мне все равно, как мы будем оттуда улетать. У меня этот вопрос уже перестал узнать. Я говорю, пока я не попаду сейчас на могилу Ной, я говорю, оттуда просто не уйду. Ну, представляете, столько лет, значит, ты находишься в пяти минутах буквально ходьбы. И действительно, мы попали на это место. Сердце у меня затрепетало. Там стоял такой странный бульдозер. Опять же, я не понял, стоит мечеть, стоит какой-то бульдозер непонятный. И тут оказалась совершенно потрясающая легенда. Уже мы узнали по дороге. На самолет мы успели, слава богу. Мы приехали в аэропорт минуту в минуту. Впечатлений, конечно, было массой. И вот, значит, в самолете я услышал такую легенду. Про что-то человек плохо говорил по-русски. Мы с ним говорили, не поймешь, на каком языке. Я с ним говорил и по-турецки, и он мне по-азербайджански, значит, и по-русски. В общем, ну, так вот. Суть легенды такова, что когда, не помню точно, 84 или 87 год, ну, неважно, средние 80-х годов, решили снести эту тюрбе. Кому-то она мешала, вообще непонятно. Пригнали трактор. И два тракториста отказались сносить. Третий согласился, говорит, я согласен снести, только вы возьмите на себя ответственность, что вы мне приказываете, как бы, я к этому не имею никакого отношения. Он сказал, хорошо, значит, мы берем на себя ответственность. Он садится на трактор, начиная движение, и перед ним он увидел женщину в белом, которая не давала ему ехать. Вот, это уведение тоже мешало. В конце концов, в общем-то, снес он эту тюрбе. Вот, как только он, значит, снес, у него становилось сердце, он умер, и трактор заглох, остался на этом месте. Ну, конечно, мы сняли не тот трактор, но, тем не менее, просто мистика какая-то. Мы приезжаем туда, кстати, группы из Москвы. Рядом с этим местом стоит трактор, вот, тут же эта мечеть. Вот, то есть вот такая вот история. Ну, в Москве-то, как обычно, я уже анализирую все, что я снимаю, все, что мы там записываем, это идет два-три месяца обычно. В первую очередь, мне волновалось хаби-кеф, я до седателя, кто 18 суру корана, слава богу, что встоковитый коран читал много раз, я вспомнил, что эту легенду, я не мог понять, откуда он месит в голове. Но, здесь получился интересная вещь. Оказывается, да, я специально взял четыре перевода разных абсолютно, и стал сравнивать. Перевод самой суру коран, действительно, там речь идет о праведниках, которые спаслись в пещере, но, есть та сфера, которая трактует коран в каждой стране. И я взял за основу перевод Веры Пороховой, которая давно уже живет в Саудовской Аравии, и это самый лучший перевод на русский язык корана, все признают. Так вот, там написано, что, в общем-то, пещера с хаби-кеф находится в Эфесе. И признаки такие, что, значит, вход должен быть с южной стороны, наша была с северной стороны, как раз, почему я снял вот это вот солнце, это как раз выход с правой стороны, солнце на запад светит, как раз ключ. Более того, там нет тех нагромождения, которые мы придумали местные жители, вот, и сейчас мы спокойно этим общаемся, потому что нельзя как бы верующих оскорблять, вот, ну, верут и верят, но, скажем, в Баку, в Азербайджанском как-то скептически относятся. Ну, проверили, проверили, думали, что пещера-то интересная. Вот, я дальше стал проверять, я опять вернулся к своим любимым шамерским, акадским, вавилонским, значит, источникам. И тут я вспоминаю эту собаку, которая стреляет огненными стрелами. И дальше история такая, значит, излагаю, конечно, своими словами. Вот напишите, или Ной, и Гильгамеш, второй персонаж сказания Гильгамеш, непосредственно, они жили в Месопотамии. Ну, и жил в Шурупаке, город Шурупак назывался, а Гильгамеш, это рядом город Ур, царь Ур, он был, Урука, вернее. Вот, это города, ну, находятся в 30 километров друг от друга. Так вот, как мы знаем, Ной причалил на горе Арарат. После этого никого упоминания, куда он делся, да, он жил еще там до 950, лет, три его сына, Хам, семья Яфет, значит, разошлись, Яфет ушел в сторону Кавказа, это арийские племена, как мы знаем, вот у нас вся западноевропейская культура, Сим, семитская группа языков, а Хам это африканская часть, то есть, вот так шло распространение языков, это все уже все знают, ничего нового нет, но, что интересного здесь, Гильгамеш, как известно, был на две трети в Богом и на внутри человека, и он хотел быть бессмертным, подобным Богом, и он очень волновался, что он умрет, происходить к пределам земли, где жил Утнапишти, то есть Ной, и спросить у него, в чем секрет Богов, потому что Утнапишти, или Ной, он жил рядом с Богами, вот, и он отправился в страну Тельмун, в страну Тельмун, рядом с этой страной Тельмун, находилось царство Уту, Бога, царь солнца Уту, на всякий случай, так вот просто переведу, Гильгамеш отправляется в эту Уту, а Уту находился, эта страна, это была огромная пещера, в которой охранили некие существа, многие склонились к тому, что это были роботы, которые стреляли огненными стрелами, и тут у меня сразу образ этой пещеры встал, думаю, хорошо, если, значит, может быть, пещера, в которой жил Уту, Бог, то рядом, наверное, должна быть где-то страна Тельмун, вот, я стал, значит, перебирать, что связано, Хараби-Агиланут, где-то пирамида, откуда она там взялась, ответов нет, об этом не знает ни один азербайджанский ученый, то есть ответов просто нет, вот Хараби-Агилан, они считают, что это средневековый город, но, извините, город, который занимает 500 гектаров, вы представляете, что это, огромнейший город, вот пирамида стоит, ну, я пирамиду называю, конечно, это не пирамида, пирамидальное сооружение стоит на самой высоте, вот эти огромные провалы, эта кладка, эти огромные мегалитические плиты, вот которые на экране видны, откуда все это взялось, и я взял предположение, что это, наверное, и есть тут самый город Тельмун, дальше я думаю, ну, не может быть такого, просто, ну, не может быть, вот, сам себя подвергаю в сомнения, значит, я опять к источникам, где страна Тельмун, считай, что она на Бахрэне, вот буквально я должен был на днях лететь в Бахрэнь, чтобы проверять, есть ли там пещера, в конце концов, если нет пещеры, нет Тельмуна, но все оказалось еще быстрее, значит, наши ученые доказали, что Тельмун не находился в Бахрэне, это страна, которая непонятно где находится вообще, так что вот это предположение, вот это поиск в Нахичеване, и самый интересный вывод, что когда все, я так очень концентрированно вам рассказываю, все, конечно, это есть в документах, в деталях, ведь получается как, по Библии неизвестно, где жил Ной, ведь на Арарате он жить не мог, тот камень, который мы нашли, там это четко написано, что смысл в чем, что жить там нельзя на этом Арарате, мы сами там были, я рассказывал эту историю, как там мы втроем ходили, там идет выброс углекислого газа, совершенно это сплошные камни, виноград не растет на горе Арарат, как мы знаем, и тут совершенно рядом, буквально 30 километров, чудная страна Нахичевань, в которой были великолепные леса, как выяснилось, это тоже я все прочитал, с совершенно чудной природой, и вот эта пещера, которая была практически, я считаю, может быть она не одна там, как бы уготована для тех людей, для потопа, почему собственно говоря, в эту сторону ты уводили Ной, и все, кто спасся с ним, вот, дальше, ученые уже делали предположения, ну там, я когда спрашивал у азербайджанских ученых, да, действительно так, там культура, скажем, пшеница, рожь, почему-то росла, в горах, то есть она как бы спускалась, неспонимаете, да, если бы после потопа сразу земля так гипотетически высохла, то естественно, чтобы все в долине Нил, опять вернулись бы, и там все сажали, великолепная зима, а тут, представляете, несколько веков, значит, все это постепенно шло осваивание культур, ну там, очень много таких косвенных признаков, вот, и там целая горная страна, это вот, с центром, скажем, Нахичевани, вот Азербайджан, современная часть Армении, Ирана, горный лам, как мы знаем, представляете, да, вот, северный Месопотамия, вот, вот, это совершенно огромная страна, видимо, так и шло, распространение там человечества, постепенно, ведь на это потребовалось несколько веков, вот, и об этом почему-то никто, как бы, не задумывался, вот, собственно говоря, вот так вот все это получилось, так найдено теперь для широкой общественности могила Ноя, я так понимаю? Предположительно, да, я не могу утверждать, но я считаю, что она там есть, значит, концовка экспедиции была у нас такая, естественно, что все вот эти насмешки там, как бы, ну, впрямую, никто, конечно, не смеялся, но мы чувствовали себя, как к нам относятся, через два дня, после как все это начало открываться, естественно, что мы очень много обсуждали, отношение к нам поменялось, вот, закончилась экспедиция тем, что у нас приняли, в Академии Наук, и мы совершенно нормально с академиками разговаривали на одном и том же языке, естественно, они знали, что вот это Тельмун, или Хараби Гелан, опять же, корень Гелан, или Уту, это Солнце, город Солнце, и получилось, что мы встретили там единомышленников, которые почему-то ждали в какой-то момент, что люди из Москвы должны были приехать, и с ними, значит, вот так свободно над тем заговорить, и, естественно, что когда я им уже рассказал о том, что вот нам удалось, мы решили сделать совместную экспедицию на следующий год, то есть в этом 2005 году уже, значит, довольно серьезно все это будет на серьезном уровне, Азербайджан все-таки не Турция, вот, и мы договорились уже с местными еще, мы привезем свою очень мощную команду туда, вот, и я добиваюсь двух вещей, самое главное для меня, это, конечно, раскопать могилу Ноя, первое и второе, посмотрите все-таки эту пещеру, Асхаби-Кев, как ее называю, потому что, ну, там что-то интересно, мне кажется, за этими камнями находится, это поинтереснее, мне кажется, египетских пирамид, потому что это совсем близко, вот, и, я думаю, там ключ какой-то лежит к разгадке, очень многих танин, А, собственно, ковчег ты отдаешь на откуп американцам? По поводу ковчега я ничего говорить не буду, вот, я думаю, что ковчег мы тоже в этом году найдем, вот, ковчег найдут русский, это сто процентов, это единственное, что я могу сказать, не важно, кто доберется, но к нему люди доберутся в этом году точно. Вот на этой оптимистической ноте, что нога русского человека первая ступит на борт корабля первого мореплавателя человечества, Ноя, я предлагаю закончить сегодняшний выпуск, у нас в гостях был Андрей Поляков, позволь вручить тебе вот такой знак, это знак члена клуба разумных авантюристов Край Света, то, о чем ты нам здесь рассказываешь, дает нам основание и полную уверенность считать тебя одним из нас, хорошо, 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 что я не одинок, ты не одинок, спасибо большое, с сегодняшнего дня и ты входишь в Край Света, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ивану 42 года И в Арктике он не в первый раз Умеет сохранять кинотехнику даже в самые лютые морозы А две свои цифровые видеокамеры Он всю экспедицию отогревал Днем на своей груди А на ночь брал их в спальный мешок Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, руководитель экспедиции Владимир Чуков Он полковник запаса, окончивший с отличием Академию бронетанковых войск Женат Имеет двоих детей и троих внуков Организатор десятка арктических экспедиций Чукову 56 лет По военным меркам это пенсионный возраст И, казалось бы, отдыхай на даче, воспитывай внуков Но нет Каждый год Уводит он отряд за отрядом туда Где сердце холодит Где стынут жилы И где страдающая душа Чувствует Бога Ибо, как сказал один мудрец Тот, кто трудится вдали от берегов Видит труды Господние Песня 6 Сходи, еще по левее надо идти Вот, не где он, по леве За неделю до полюса В арктической атмосфере стало происходить что-то непонятное В небе ни с того ни с сего стали возникать странные свечения Они действовали на психику И иногда от них поднималось давление Болела голова и суставы Резко у парней снизилась скорость прохождения маршрута Борнео, 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 Средний, Торосу, Торосу Но самое страшное было впереди Неожиданно прекратилась связь с базовыми радистами Но послушаем, что писал об этом в своем дневнике Владимир Чуков В моей практике это был первый случай отказа рации Без видимой причины И днем и ночью я думал только об этом И не мог думать ни о чем другом Я отвечаю за успех экспедиции А не могу связаться ни с Канадой, ни с Россией А случись что, я даже не смогу дать сигнал СОС И сообщить наши координаты Борнео, Средний, Торосу, Торосу, ответ на Торосу Борт 1824 Борт 1824 Как меня слышите? Как меня слышите? Ответьте Торосу У нас всю неделю нет связи с Большой Землей Как вы работаете? Торос, я Торосу Я Торосу, Торосу, Торосу Слышу вас, коронавирус У нас тоже правильная связь По причине монетной обороны Она была в антике целого резина Через пару дней связь установлена Желаю удачи Понял вас, понял вас Удачи, всего доброго, 73 Давайте, будем надеяться За хорошую информацию За хорошую миссию Как мало надо человеку для счастья Иногда достаточно тоненькой ниточки В виде радиосвязи Эти слова записали в своих дневниках Сразу два участника экспедиции Владимир Чуков и Петр Волушьяк Да-да, я уж тут немножечко понервничал Немножко понервничал Потому что я-то не большой специалист Но хорошо, хоть с пролетающим бортом связались Два дня назад Понял, что причина вне прохождения А я грешил немножко Уже начал грешить на саму станцию На приеме Хорошо, но всего доброго Мы двигаться начинаем Всего доброго Все окей Все окей 8 мая Чуков еще раз достал свой GPS И определил координаты экспедиции Цифры показали, что полюс где-то рядом Осталось совсем немного пройти до него А вот и полюс Удовольство Здесь 59, 59,8 То есть 0,02 секунды 6 метров Точно 6 метров Привет Ну все, 12 снимать Давай Чувствую Иван, второй раз Таких людей немного Ты среди них В древности люди тоже страстно мечтали попасть на Северный полюс Они были уверены, что там земля Но только в 20 веке человечество убедилось Что никакой земли в центре Арктики нет И полюс можно было бы предать забвению Но тяга к нему стала настоящим безумием ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы сделаете это! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что же четверка во главе с Щуковым? Может быть полюс для них тоже своеобразное шоу? Помочь в этом разобраться мы попросили Известного телеведущего Владимира Познера Вот скажите мне, пожалуйста Зачем вы это делали? Но я могу понять Открыть Северный полюс На этом разрешите завершить Сегодняшний выпуск нашей программы Всего вам доброго Успехов И до встречи Смотрите и нас Субтитры создавал DimaTorzok